ВОЗВРАЦИЕ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРИЙ ВОЗВРАЦИЕ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРИЙ ВОЗВРАЦИЕ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРИЙ Ну а финальная глава пока что значится на далекий 28-й год под названием «Поиски Эйвы». Собственно, почему мы вдруг вспомнили об этих названиях? Да потому что под заголовок «Путь воды» просочился в интернет еще 4 года назад. Ну а так как теперь это официальное название, то и остальное можно авансом считать небольшими спойлерами на будущее. Но что это за «Путь воды» такой? До недавнего времени можно было лишь гадать. Кстати, интересно, кто в сиквеле «Аватара» будет учить Джека управляться с водными животными. В первой части его ментором была Нейтири, но теперь ей самой нужен учитель. В обычной жизни помощь в обучении тоже бывает не лишней, и мы знаем, к кому стоит обратиться. Компания Work5 вот уже 16 лет занимается тем, что помогает студентам справиться с самыми сложными и неразрешимыми задачами. Их умение помогать в учебе заслужило любовь клиентов, что позволило Work5 стать одним из лидеров на рынке консультаций. Еще бы, ведь ребята в легкую могут помочь вам с написанием дипломных, курсовых и еще более 30 видов работ любой степени сложности. Вы же наверняка бывали хоть раз в ситуации, когда ответ на вопрос найти надо, а интернет вот уже несколько часов отказывается выдавать верные ответы. С Work5 вы забудете об этой проблеме и начнете радоваться освободившемуся свободному времени. И что важно, перед тем, как вы получите готовую работу, она пройдет целых три этапа проверки. Проверка на уникальность текста, проверка независимым экспертам и проверка отделом контроля качества. Поэтому бегом кликайте по ссылке в описании и используйте наш фирменный промокод, который даст вам скидку в 20% на все услуги. Мы предполагали, что возможно Джейк и его новые синие друзья отправятся в путешествие по глубинам океанов Пандоры, и мы увидим что-то вроде затерянного подводного мира с кучей невероятных животных. Но похоже, все будет гораздо проще. Судя по трейлеру, нас ждет настоящая гражданская война между племенами Нави. На одних кадрах одни гуманоиды несут лукострелы, следуя исконным традициям племен. Другие же сражаются уже с помощью автоматов, что точно отсылает нас к племени, к которому в финале оригинального фильма примкнул Джек. Также на одном из кадров можно заметить что-то похожее на обиталище нового прибрежного племени синих ребят. Почему мы так уверены, что в сиквеле нас ждет гражданская война? В Дисней работают явно не идиоты, которые могли бы доверить Джеймсу Кэмерону 13 лет снимать копирку своего же первого фильма. Если бы в сиквеле «Синие человечки» снова бы сражались с людьми, это было бы максимально тупо. Мы это уже видели. Собственно, уже официально известно, что Джейк и его семья столкнутся с другими племенами Нави, которые будут жить совсем иначе, нежели уже знакомые нам аватары. Если вы вдруг подзабыли, еще оригинальный фильм был от и до пронизан темами экологии, и эта направленность продолжит сохраняться во всех будущих частях, о чем лично заявлял Джеймс Кэмерон. Новые племена и их обычаи могут напугать Джейка и его семью. И в конце концов, тот самый путь воды может быть в корне отличен от так называемого пути Эйвы. Новые соседи могут без колебаний убивать животных. Ну или вдруг они вообще окажутся местными каннибалами? Короче говоря, «Аватар 2» всерьез будет изучать Пандору и то, что еще скрывается на этой планете. Во вселенной Кэмерона существует аж 15 различных племен Нави, хотя первый фильм «Аватар», как правило, рассматривал их как однородную группу, как будто у всех у них было все общее. На самом-то деле, каждое племя развивалось в разных условиях, и таким образом будет иметь свою собственную самобытную субкультуру. Свежий трейлер намекает на конфликт между премием Джейка и водным народом. При этом две группы даже наставляют оружие друг на друга. Джейк может быть особой точкой спора, учитывая его связь с людьми. В трейлере можно заметить, как он носит человеческую одежду, предназначенную для местных аборигенов, и использует человеческое оружие. Дальше стоит обратить внимание на новый подвид летунов, которые в первой части получили прозвище «Банши» за свои громкие звуки. Только вот в ролике «Банши» выглядят немного иначе, чем раньше. Возможно, это именно подвид морских летунов, которые могут также свободно передвигаться под водой. Важно, что между летунами и гуманоидами может по-прежнему устанавливаться нейронная связь, а значит, их все также можно контролировать. Вообще, учитывая то, что за прошедшее время в сети появилось десяток фото со съемок сиквела, нас точно ждет огромное количество кадров именно в воде. Только вот в трейлере мы видели лишь парочку таких моментов, в то время как основная часть действий все равно происходит на суше. А значит, скорее всего, теория в том, что нам еще предстоит исследовать океанские глубины. Просто самые сочные моменты Кэмерон приберег для премьеры фильма. Отсюда вытекает и вторая крутая теория. Мы уже видели Торука, легендарного воздушного монстра, которого Джейка седлал в первом фильме. А как насчет его аналога под водой? На одном из кадров трейлера можно заметить гигантское китообразное существо, которое вполне себе тянет название океанского Торука. Возможно, на этот раз Джейку или кому-то из его друзей придется покорить неведомую водную громадину, для того, чтобы заслужить доверие и уважение за океанских соседей. Причем воздушный Торук это просто огромная летающая махина, в то время как его подводный аналог может иметь более глубокий смысл для народов Нави. Возможно, этот местный кит имеет некую глобальную связь со всеми водными обитателями, что по итогу сможет рассказать нам еще больше о духовной составляющей мира Пандоры. Кстати, а вы уже заметили, что у Джейка теперь есть дети? Причем помимо синекожих человечков, у него еще и человеческий ребенок. Но откуда? Информации о фильме в последнее время поступает много, так что слушайте. В сиквеле Джейка и его подружка усыновят парнишку по имени Майлз. Мальчик родился на военной базе на Пандоре и был слишком маленьким и хрупким, чтобы пережить обратный перелет на Землю. Он воспитывался вместе с другими детьми Джейка – Нетеямом, Лоаком и Туктереем. Однако до конца Майлз так и не станет частью семьи Джейка, поскольку его приемная мать будет по-прежнему видеть в мальчике тех, кто разрушил священное дерево и родной дом племени. Майлз заслужил прозвище Паук за его особое умение выживать на Пандоре, словно местные жители, которые постоянно цепляются за всякие ветки и неровности. Какую именно роль сыграет Малой в сюжете, пока неизвестно, но, возможно, он будет первым человеком Пандоры, став родоначальником новой ветви развития для людей. К слову, в трейлере также можно заметить людей, которые по-прежнему работают на Пандоре. Это может говорить о том, что, несмотря на победу в войне, какая-то договоренность между племенами и корпорацией была достигнута. Майлз является прямым способом для постройки моста между двумя враждующими народами. Однако этот мир будет недолгим. В сети уже появились небольшие спойлеры касаемо сюжета сиквела. Как стало известно, в какой-то момент в игру вступит еще одна горнодобывающая корпорация, которая и заставит Джейка и его друзей покинуть тропические леса и отправиться на поиски нового дома. А вот что нам совсем непонятно, так это то, каким образом вернулся к жизни полковник Майлз Кворич. Если вы вдруг подзабыли, этот неубиваемый солдафон чуть ли не в рукопашную сражался с аборигенами в финале оригинального фильма и был жестоко ранен, вследствие чего и погиб. Однако еще несколько лет назад стало известно, что этот персонаж каким-то образом вернется и станет главным антагонистом франшизы. Свежий трейлер немного прояснил ситуацию, сделав ее еще более запутанной. На одном из кадров можно заметить Нави в точности похожего на полковника. То есть Кворич не просто выжил, а еще и переродился. Допустим, такое и так было возможно, поскольку сознание Джейка каким-то образом смогли загрузить в тело гуманоида. Но как в таком случае выжил полковник? Он был несколько раз смертельно ранен, и вряд ли кто-то из Нави решил бы спасти своего самого заклятого врага, который до этого уничтожил их родной дом. В теории, возможно, нам представят некого изгоя из Нави, который найдет тело еле живого полковника и перенесет его в сознание. Либо же все будет немного проще. Корича обнаружат люди, вывезут с поля боя, выходят и вернут к службе. Однако из-за полученных травм полковник не сможет ходить или вообще двигаться. Поэтому люди решат воспользоваться программой Аватар для того, чтобы перенести сознание полковника в тело гуманоида. Знания и опыт войны с Нави могут быть бесценны для другой горнодобывающей компании. Ну а еще именно полковник может выполнить ту самую задачу, с которой не справился Джейк. Узнать все о племенах, их слабых сторонах для того, чтобы потом уничтожить. Так, например, корича могут закинуть в то самое племя воды или еще в какое-нибудь. Ведь их на Пандоре, как мы уже говорили, целых 15 штук. Что ж, и от себя хочется в конце добавить, что сам по себе трейлер сиквела выглядит классно. Графика на очень высоком уровне, музыкальное сопровождение вроде бы тоже неплохое, но это по-прежнему очень и очень запоздалый фильм. Мы бы еще поняли, если бы продолжение Аватара вышло до 2015-го, но сегодня этот фильм просто стандартный представитель своего жанра, с хорошей картинкой, ничем не уступающей 90% таких же конкурентов. Остается надеяться, что в отличие от тех же кинокомиксов, Джеймс Кэмерон не побоится экспериментов, и сюжет новых Аватаров будет на высоте, из-за чего мы наверняка пересмотрим свое мнение. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!